Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова. С особым мнением у нас сегодня главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Добрый вечер. Добрый вечер. И хотела я начать с вами вот с какой истории. У меня, конечно, вот прям конкретно по вашей специализации сегодня, как обычно, очень много вопросов. Но начну я с Дагестана и с этого загадочного полковника, а может быть нет, дагестанского МВД, который якобы хотел купить пост министра за 2 миллиона долларов. 2 миллиона долларов – это немало, нет? Не, недорого, нормально. Кризисная цена, скидки, девальвация. Да, да, да. В принципе, неплохая сумма, наверное, судя по рынку, потому что много рисков. Это же все-таки пост МВД, МВД под ударом, то есть это не главное ведомство. Так что 2 миллиона – нормальная сумма. А, то есть все-таки демпинг. Ну, это скорее не демпинг, а скорее, знаете, выстраивание рыночных отношений на рынке силовых услуг. И все-таки МВД не стоит где-то очень высоко с точки зрения влиятельности. И поэтому 2 миллиона для регионального главы МВД выглядят вполне реалистичной суммой по рынку. А, то есть распродажа. Ну, скорее не распродажа, а скорее, знаете, как называется, коррекция цен происходит. Я бы сказал, на рынке. Володим. А скажите, пожалуйста, а вообще это на самом деле, эта история выглядит правдоподобно с вашей точки зрения? Это не может быть какая-нибудь подстава? Потому что там как-то все очень теперь мутно в результате. Вы знаете, всегда, когда смотришь на такие истории, сразу не понимаешь, подстава это или не подстава. Знаете, как называется? Тут может быть и так, и так. Тут одна из тех историй, где надо ждать какого-то развития и смотреть, что будет. Могло ли быть такое, когда один из крупных офицеров службы собственной безопасности пытается купить пост главы МВД в республике? Да вполне возможно. Да вполне возможно. Мы же понимаем, что СБ это одна из самых влиятельных структур внутри. То, что такие вопросы часто решаются с помощью финансовых каких-то вливаний, это тоже не особый секрет. По крайней мере, знаете, это публично обычно все-таки не очень обсуждается. Потому что доказательств нет, клевета. Да, но между собой в каких-то условных кулуарах это, в принципе, такие вопросы возникают, безусловно. Тут вопрос в суммах, вопрос в том, но в том, что есть коррупционная составляющая, предназначение на какие-то посты. Но это до сих пор, не думаю, что это прям какое-то супероткровение. Не надо думать, что это прям что-то совсем новое. Такое, безусловно, существует в самых разных регионах, на самые разные посты. В конце концов, есть пост, не знаю, главы ГИБДД какой-нибудь области и все прочее. Так что допускать, что такое могло быть, вполне можно. Допускать то, что это была провокация и разыгранная комбинация, тоже можно. Проблема в таких делах обычно, что обе стороны сейчас закроются от СМИ. Да, одни попытаются договориться, другие еще посчитают, что доказательств вполне достаточно. И правда, мы рискуем вообще не узнать, что там было в этой истории. Ну, это, к сожалению, вывод такой постоянный, который мы все время делаем, обсуждая какие-нибудь самые разные сюжеты. Узнаем ли мы когда-нибудь правду? Не факт, что мы когда-нибудь узнаем, что там случилось на самом деле. Потому что действительно инструментов узнать правду у нас, в общем, не очень много. Насколько правдоподобно тогда, продолжая тему правдоподобности, выглядит вот этот список, так называемый, Бабченко украинский, где якобы 47 человек, включая наших коллег, известных не только украинских, но и российских журналистов, вообще 47 человек в списке, и всех их должны были убить. Тоже очень хороший вопрос. Отвечу примерно как на первый. В том смысле, ну, смотрите, давайте рассуждать, во-первых, поступательно. Первое. Могли ли вообще такой список составить? Кто-нибудь? Мы же не знаем конкретно, о чем идет речь. Легко. Легко. Вполне. Этих списков на нашей памяти, да? Этих вот врагов России, там, наоборот, друзей России, всего прочего. Покажите вообще просто нам, вот, пальцем на любого человека, включая нас с вами, кто не фигурировал, вы в каких-нибудь из этих списках. Ну, вот именно. Начнем как бы с этого. Так что вот эта традиция постсоветская составлять какие-то огромные списки и как угодно ими, как угодно их использовать, я вообще очень легко допускаю, что он мог быть. Второй момент. Теперь, что касается самого этого дела, мы все равно уже упираемся в историю с Аркадием Бабченко. Знаете, ну, опять же, тут есть аргументы и за, и против сразу, лично у меня. Поэтому я постараюсь, как сказать, поэтому даже стараюсь не высказываться, пока хочется подождать развития. Потому что, с одной стороны, ну, вообще доверия спецслужбам нет. Но это тоже не новость. Любое доверие спецслужбам, особенно, когда они еще и так довольно странно изъясняются, доверия нет с одной стороны. И потом, да, вот эти списки, они как-то странно появляются. 130 человек, 147. Почему он вообще появился, если они все это хранили? Так что доверия спецслужбам нет. Причем, ну, нигде нет. На самом деле, не надо тут думать, что доверие с американским спецслужбам и там даже британским намного выше, чем нет. Это как бы закрытая структура, им нет смысла доверять никому. Проблема же в контроле со стороны общества, да, чем лучше контроль, тем больше оснований, там, считать какие-то выводы логичными, да. И когда меньше контроля, а в контроле нет особого. Не у нас там, как мне кажется, не по делу бабчинка. Но чем больше контроля, тем больше, в конце концов, вот этих самых инструментов и возможностей докопаться когда-нибудь до какой-нибудь правы. Конечно, безусловно. Третий вариант, третий момент. При этом, ну, мы же понимаем, что заказные убийства, а, были. А в Киеве было уже убит, там, Шеремет был убит. Мы же понимаем, что и в центре Киева был убит бывший депутат Вороненков. Ну, то есть, убийства сами по себе были. Это же тоже для нас не какое-то откровение. Это не сказки. Не сказки. То есть, есть некий набор знаний, которые у нас есть на данный момент. И проблема же заключается в чем? Что для очень многих история с бабчинкой – это символ веры. Вот, реальный символ веры. То есть, факты особо никому не нужны. Вот, что произошло, неважно. Во что мы до этой истории верили, так мы и трактуем эту ситуацию. Как мне кажется, это одна из главных проблем всей этой истории. Хочется подождать. На счет 47 человек, ну, я допускаю, что такое могло быть. Не могу сказать, что это выглядит уж очень убедительно. Особенно, да, с учетом, как написан этот список. Если вы видели, да, то маленькими буквами, то большими. Очень странно. Ну, кто печатает так списки? Ну, то есть, как-то, ну, странно. Ну, не знаю. Где штабная культура? Ну, да, да. Ну, где это такое? У одного есть инициалы, у другого нет. Но при этом я же понимаю, что стилистически часто так и бывает. В конце концов, если говорить о списках, у нас же была группировка, не совсем связанная с государством, террористическая БОРН, у которой были примерно похожие списки на самом деле. Другое дело, что там их не вывешивали, но там же были разные люди в этих списках. И, кстати говоря, к вопросу, мы там, да, я там долго обвинял спецслужбы. Тем не менее, сам факт, БОРН в России был разоблачен, был разоблачен, причем с участием в спецслужбе. И аргументы, которые мы услышали на суде, выглядели вполне убедительно. Ну, вот серьезно, имеется в виду по причастности. Хотя там счет 7-5 был, между прочим. Там был суд присяжных, было 7-5, когда было первое убийство Анастасии, Санислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Там сложная была ситуация, там был вполне себе прозрачный суд. Потом там были другие эпизоды, но тем не менее. Да, с убийством Немцова ситуация сложнее, безусловно. Но, вероятнее всего, исполнители, те, кто к ним причастен, они тоже же были найдены. Конечно же, вопрос к организатору и заказчику, и это вопрос к спецслужбам. Но мы же говорим о том, что заказные убийства очень сложные. Мы тоже должны понимать, что история с заказными убийствами очень сложная. Почему? Потому что есть исполнитель, есть организатор, есть заказчик, это уже цепочка, если она не длинней. А в конце концов цепочка может быть вполне анонимной. И вообще разоблачать заказные убийства крайне сложно, и крайне сложно раскрывать. Мы же помним по 90-м, да, какое количество было заказных убийств. И обычно их, знаете, как интуитивно, там в чьих интересах и что. Так что я бы не стал делать выводы. Вообще выглядит список несколько сомнительно. Но я бы не стал говорить, что это точно ерунда. Ну, вот он так выглядит. Давайте подождем подробности. В конце концов дело идет. Посмотрим. Мне кажется, сейчас вообще очень рано какие-то выводы делать. Да, если человек не умеет менять, например, размер шрифта на своем экране, это не значит, что он не умеет стрелять, предположим. Мало того, да, мягко говоря, не умеет стрелять. И это явно, там, вряд ли люди составляли те, кто стреляют. Опять же, там есть все-таки разные. Разный профиль у всех. Да, но невозможно, говоря об истории, о деле Бабченко, конечно, не говорить опять обо всей этой очередной, вечной, уже просто утомившей, безумной, не знаю, меня, по крайней мере, совершенно точно постправде. Вот уже не будем сейчас обсуждать Бабченко. Уже много об этом сказали. Тут каждый день новая история вырастает. И вся эта история, например, с видеоблогером Соболевым, о которой мы с вами говорили перед эфиром, она прямо вот просто... Я даже не смогла вспомнить никаких аналогов, потому что я помню, что было много такого. Вот просто такого было так много, что даже уже и подробности как-то стираются. Вот вы думаете, этот ком будет нарастать? Ну, я, к сожалению, считаю, что этот ком будет нарастать, в том смысле, что все больше... Проблема же в чем? Проблема в общем уровне подрыва. Такой общий подрыв доверия идет ко всему. Вообще ко всему. Типа нет фактов, есть только трактовка. Такой классический, мне кажется, такой постмодернистский сюжет, когда ты вообще ничего не понимаешь, что происходит. Хотя, на самом деле, если разбираться вообще в этой ситуации, там ничего особо сложного-то нет. Другое дело, что вот эти сюжеты, они следуют один за одним. Вопрос репутации. Давайте напомним нашим слушателям и зрителям, о чем идет речь очень коротко. С Николаем Соболевым, да. Он позавчера... Это очень известный, популярный видеоблогер, который комментирует в том числе политические новости. Он позавчера сообщил о том, что его избили. Там, ну, все написали эту новость о том, что он сообщил, что его избили, ну, потому что у человека аудитория несколько миллионов, и, ну, странно было бы не писать такую новость. Странно было бы этого не заметить. Да, ну, то есть, тут же проблема такая. Если ты этого не замечаешь, есть основания тебя приткнуть в том, что ты просто пропускаешь новости, плохо ориентируешься к повестке. На самом деле, там, живешь в 90-х и не понимаешь, что такие видеоблогеры. Это же тоже сложность. А вчера он сказал, что это был социальный эксперимент. На самом деле, он хотел посмотреть на реакцию общества при сообщениях об избиении. Да, мы сейчас продолжим обсуждать этот социальный эксперимент. Это программа «Особое мнение». Мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Ну, а с другой стороны, а что человек такого плохого сделал? Ну вот, да, действительно хотел посмотреть, как прореагирует, проверить нашу с вами черствость или чувствительность, привлечь внимание. Может быть, выработать даже у своей аудитории многомиллионной как бы привычку реагировать на такие вещи. Критически оценивать. А, наоборот, критически оценивать. Скорее, критически оценивать информацию. Но это, на самом деле, ну, как бы сказать, даже трудно сразу сказать, насколько это все манипуляция и некрасивое поведение. Потому что, ну, ты же не устраиваешь перформанс в обществе, где все спокойно, где ничего никогда не происходит, где никогда никого не избивают. Тут такие ситуации, такие сюжеты происходят постоянно. Мы понимаем, что довольно часто это все не раскрывается. И уровень насилия очень высокий. Ну, надо признать, достаточно высокий в стране. И, конечно, еще и обман, еще и попытка девальвировать любое доверие к словам, к людям, которые жалуются на избиение, на пытки, на все что угодно. Это, конечно, очень... Его аудитория, в принципе, чувствительна к таким ощущениям? А, понимаете, я же, к сожалению, не могу оценивать его аудиторию как таковую, но... Мы же понимаем, что аудитория, в принципе, вот как таковая, она чрезвычайно сегментирована. Это правда. Но проблема такая, что не надо тоже преувеличивать полный отрыв аудитории друг от друга. Мне кажется, это тоже не совсем так. Все-таки мы все равно живем более-менее... Все-таки в одном обществе люди периодически с собой общаются. Но мне кажется, это такая довольно сложная тема. Мне кажется, такое поведение крайне некрасивым. Но при этом я даже не могу осудить. В конце концов, для видеоблогера важнее хайп. Обманывает он свою аудиторию, не обманывает. В смысле, работа у него такая? В том числе. Но, знаете, я тут хочу... Понимаете, когда мы говорим про Бабченко, да, там есть мощный оправдательный мотив. Потому что была ли угроза жизни, не была ли угроза жизни. Но если даже минимально такой разговор возникает, то, конечно, человек имеет право спасать свою жизнь и покой своей семьи всеми доступными ему способами. Особенно, если ты имеешь дело со спецслужбами. Тут понятно, а тут-то нет никаких оправданий вообще. Это просто хайп на ровном месте? Конечно, тут оправданий именно такого рода нет. Но есть другой разворот. Зато мы говорим о том, что все могут манипулировать. Никому особо не верьте. Да, вот я вам могу показать. И вы в сутки будете обсуждать. Несколько миллионов человек. Фейковую новость. Может быть, такое оправдание. Никому не верьте. Вообще никогда, ни в чем. И на самом деле это совершенно ужасно. Мне кажется, основной тезис постправды. И это, конечно, ложное утверждение. Есть ли противоядие к таким вещам? И будет ли оно выработано? Потому что у меня, например, такая совершенно оптимистическая точка зрения, что это просто какой-то новый уровень развития цивилизации вообще. И информационной культуры в частности. И просто мы все, как человечество, как потребители, как производители информации, просто столкнулись с новым явлением, не первым в истории человечества. И просто надо как-то это переварить, пережить. И, в общем, постепенно люди не идиоты. И постепенно способы верификации, способы оценки, способы восприятия информации рано или поздно все равно как-то этими организмами выработаются. Ну, мне-то кажется, это и сейчас уже есть. На самом-то деле, по большому счету, СМИ работают. Там качественные СМИ работают по таким правилам и законам. И на самом деле, если посмотреть про новость про того же Соболева, большинство качественных нормальных СМИ написали новость в стилистике. Он сообщил о нападении. То есть, ну и что сообщил? Как бы это СМИ должны были информировать свою аудиторию, что он сообщает, что на него напали. Вчера он сообщил, что это не сценировка. СМИ тут не допустили ошибки. Они не обманули своих читателей. Это постепенно должно приучать аудиторию к восприятию. Да, расставлять слова. Да, какие-то выделять акценты. Да, мне кажется, Соболевым теперь больше никто о нем новость никакую не напишет. По крайней мере, значительное количество СМИ больше никогда не доверят ему после такой истории. И с этой точки зрения это тоже важный показатель. Или в следующий раз напишут новость. Если он еще раз сообщит об избиении. В прошлый раз солгавший. Видеоблогер Соболев опять сообщает, что на него напали. Да, ну как бы это... Хотите верьте, хотите нет. Ну вот, задача... Именно, задача СМИ же информировать. А аудитория в любом случае постепенно, я думаю, сделает вывод. Ну, безусловно, сначала не все. Мы вообще живем в очень большом таком информационном пространстве. Манипуляция тоже не секрет, довольно долго, если учитывать телевизор. И, конечно, это сложно все преодолевать. Мне кажется, это тут тоже, эти вот постоянные манипуляции, это очень большая проблема для общества. Вот это вот выкрикивание в пространство. Вот, например, сейчас, когда, в общем, все мы как-то с болью в сердце, конечно, наблюдаем за тем, что происходит с Олегом Сенцовым. И тут же очень много, да, какие-то там акции в европейских столицах, какие-то слова на кинотавре. Вот Юрий Сопрыкин оттуда вернулся, вчера вот сидел вот на вашем месте, рассказывал об этом. Какие-то призывы там и всякие штуки в интернете и в социальных сетях. А при этом мы понимаем, что вот то вот высшее божество, которое сидит там где-то в облаках на своем Олимпе, и от которого, в общем, как все говорят, единственного зависит это решение, отпустить его, не отпустить, обменять, не обменять, там, ослабить эту хватку или не ослабить эту хватку, то мы же ничего не знаем о реакции этого, вот этой силы вот высшей, которая там сидит и смотрит. Есть какие-нибудь признаки того, по-вашему, что все-таки этот информационный сигнал доходит куда-то? А я думаю, он давно довольно-таки дошел, это не новость, и он не первый раз дошел, и вообще у меня есть свое представление, почему так происходит именно с Олегом Сенцовым в его деле. Я полагаю, что изначально в 2014 году, когда произошла вся эта ситуация, люди просто преподнесли эту историю как то, что Олег Сенцов реально планировал и был организатором будущих терактов. Это было доложено как абсолютный факт, и при всех ситуациях с Сенцовым, вся ситуация, она через призму вот этого тезиса и рассматривается. Это очень большая проблема. То есть жалкие ютюберы просто курят в коридоре? Конечно, абсолютно. Абсолютно. В том-то и дело, что вот эта проблема, что вот один раз было доложено, никто же внимательно не следит за процессом, за тем, как он идет. Вот один раз доложили, что этот факт есть, и этот факт, да, как факт, преподносится уже 4 года, и в этом, безусловно, огромная проблема ситуации с Олегом Сенцовым. Мне кажется, возможно, это и главная проблема, что до сих пор нет ни обмена, ни размена, ничего подобного в том, что вот эта информация была донесена именно в таком виде. Это очень большая сложность, да, как-то пробить стену, потому что, да, но человек, как можно отпускать человека, который, там, организатор трактов? Как можно отказаться от своей точки зрения, сказать, да, мы тут были неправы? Никак. В том-то и огромная проблема России. Силовики не могут отказаться от своей точки зрения, и они всегда ее постараются максимально, долго отстаивать, максимально долго отстаивать. Редчайшие есть случаи, просто редчайшие, когда удается переломить ситуацию. Классический пример – это дело Дмитриева. Это пример, когда удалось переломить ситуацию. Это все-таки единичный случай. В деле Олега Сенцова... А там удалось почему? Потому что уже все вопили, или потому что была меньшая заинтересованность? Я думаю, там уровень людей заинтересованных посадить в тюрьму Дмитриева оказался не настолько высоким и настолько авторитетным на 100%, что позволило бы убедить Путина в том, что вот это абсолютно истинно. То есть, не те люди пошли объяснять, что это так, или они на кого-то валили. А в деле Сенцова похоже именно так. При этом были же другие фигуранты. Там была Надежда Савченко, но я подозреваю, что к ней подошли, как, условно говоря, к женщине. В этой ситуации. Со схожей ситуацией. Но все-таки женщина. Да, ну то есть, там есть, безусловно, все равно некие свои правила поведения и правила принятия решений. В деле Олега Сенцова я очень опасаюсь, что вот то, что было 4 года, оно остается главным, основным и главным движущей такой силой всей этой ситуации. Потому что мы очень много раз слышали про обмен. Да, потому что все говорят про эти обмены. Сколько уже лет прошло. Ну, вот вчера, например, сообщали, что там к нему поехал адвокат, друг и священник. И это якобы является признаком чего-то очень положительного. Вы как это оцениваете? Я думаю, что российская правоохранительная система, да, и пенцизарная система, она может проявлять какую-то гибкость. И ситуация с Сенцовым показывает, что мы открыты, и вот голодовка, мы вполне себе готовы к каким-то гуманитарным жестам, да, пустить все-таки друга и разрешить священника вообще. Это, в принципе, безусловно, жест. Но я думаю, с точки зрения обменов, это ни о чем не говорит, к сожалению. Да, потому что решение об обмене, мне кажется, не принято. Если бы оно было принято, обмен давно бы произошел. А вот это совсем льдаецкая уже такая ситуация? То есть, человек может действительно голодать и умереть. И действительно они считают, что это, там, не знаю, блеф, игра, там, или пускай умрет. Мне кажется, такой довольно важный тезис заключается в том, что все-таки, я почти уверен, что никакой смерти они не допустят. Это довольно важно. То есть, это чувствительно все. Это смерть, безусловно, будет страшно чувствительно. А что, мало людей погибает там у них в зоне? Людей, безусловно, погибает достаточно. Магнитский всякий. Они сделали выводы из истории с Магнитским. И я думаю, история с Сенцовым курируется на самом высоком уровне с точки зрения здоровья и всего прочего. И там выстроена такая вертикаль, чтобы с ним ничего не случилось. А что вот думать о том, что про Сенцова все забудут, и он умрет от голода, ну, это, я думаю, практически невозможно. Ему будут колоть лекарства, ему будут вводить терапию, и это может продолжаться достаточно долго. Месяцами, скажем так, может продолжаться такая ситуация. А в чем проблема, что она продолжается месяцами? Чем дольше это происходит, тем меньше внимания. Это правда. Она начинает так тонуть. Да и, собственно, каждый день нам приносят какие-нибудь очередные ужасные новости. Конечно. В этом и практика. И каждая новая история ужаснее предыдущей, как правило, оказывается. И тут очень такой циничный вывод заключается в том, что голодовка, которая раньше была таким отчаянным ходом, она сейчас не имеет прям настолько особого практического смысла, поскольку современные медицинские средства и возможность контроля сделают так, что человек не умрет, а о нем постепенно будут все меньше и меньше писать. Это очень сложная история. Это ужасно на самом деле звучит. Да, это звучит ужасно. Но, между прочим, у заключенных отобрали и прямо на глазах отбирают, может быть, один из самых главных, возможных, отчаянных жестов, которые они могли себе позволить. Потому что голодовка – это самый отчаянный жест. И по большому счету получается, что отбирают именно сейчас его у них прямо отчаянные. То есть человек совсем ничем не может распоряжаться, в том числе собственной жизнью и собственным телом. Мы прервемся на небольшую паузу. Это главный редактор «Медиазон» и Сергей Смирнов в программе «Особое мнение». 17.30 в столице. Краткие новости на Эхе. В студии Оксана Пашина. Здравствуйте. Врачи-онкологи. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Я уже говорила, что вчера в этой же передаче был Юрий Сопрыкин. Я у него спрашивала. Сейчас скажу, что. И у всех спрашиваю об этом. Потому что я все равно не понимаю, у меня не укладывается в голове. Все вот эти безумные меры так называемой безопасности всего на свете в связи с футбольным чемпионатом. Ну, не будем перечислять там все эти кошмары с отключением газа, которого не произошло, по-моему, в Екатеринбурге. Еще там что-то. Того нельзя, сего нельзя. Но эти несчастные студенты МГУ, которым теперь шьют дело и уголовное из-за того, что они там что-то такое нарисовали на каком-то плакате. Которые против фан-зоны и прочее. Вот почему так? Почему все совсем уже сошли с ума? Настолько ад вокруг чемпионата мира. Ну, предел должен быть какой-то. Нет, в том-то и дело, что, знаете, как есть уровни какой-то опасности, да, классической террористической опасности. Мне кажется, чемпионат мира в зоне такой красной с точки зрения организованности, чтобы ничего не произошло. То есть, вот тут было 50 совещаний. Там на 20 из них, возможно, присутствовал Путин и сказал, чтобы ничего вообще не было. Каждый у меня за все это ответит. Ну, я примерно рисую себе картину. В том смысле, что для властей проведение чемпионата мира без эксцессов, чтобы огромное количество болельщиков приехало из-за границы, чтобы ничего не случилось во время этого, является там суперприоритетной задачей. Прям вот просто задача максимума. Все спецслужбы, все силовики сейчас в таком напряжении, что мы придумываем любые способы, чтобы минимизировать какие-то угрозы. Все, что угодно, сделаем. Все, что угодно, сделаем. Сегодняшнее задержание координатора питерского штаба Навального, я думаю, оно к этому же относится. На время чемпионата мира всех закроем. Попадальше. Не дай бог, они будут проводить какие-нибудь акции. Вот это все пройдет. Я прошу прощения за свой смех. Это совершенно не смешно, когда человека закрывают. Но это смешно с точки зрения логики. Потому что уже где Навальный и где футбол, прости господи. Не говоря уже о том, что сам Навальный сидит при всем при этом. Не дай бог хоть что-то случится. Это самое... Сейчас это просто главная боязнь любых силовиков на любом уровне. Не дай бог в нашем регионе мы что-то пропустим. Мы лучше перекрутим гайки. Мы лучше отключим газ и все что угодно. Это знаете, когда... Это же на самом деле история схожая. Когда Путин приезжает в какой-то небольшой город. И там, знаете, запрещают подходить к окнам. Там все напалмом выжигают. Сейчас то же самое. Только в пределах страны и в течение месяца. Ну да, как бы супермер безопасности. Я уж молчу, что происходит с футбольными фанатами, известными людьми, связанными с каким-то футбольным насилием. Вот они в еще большем напряжении. Поверьте, мне кажется, даже чем оппозиция. И перед чемпионатом мира находились. А их тоже сажают куда-нибудь? Мы это пока не знаем, потому что информации особо нет. Но то, что спецслужбы и силовики с ними работали на протяжении года. Угрожали. Воспитывали. Вы знаете, когда была драка английских и российских болельщиков. И когда медиа говорила, ой, как хорошо и как здорово. Это все была такая внешняя картина. Какие мы молодцы. Я думаю, там полицейские, те, кто организует безопасный чемпионат мира, схватились заголодки. А если у нас какие-то драки будут, не дай бог. А что такого? Ну, подерутся. Они всегда дерутся, подумаешь. Не, мировой скандал. Россия не смогла обеспечить меры безопасности. Ну, это же обычное дело. Не, такое невозможно совершенно. Это там, на загнивающем Западе, фанаты могут драться из-за того, что очень плохо работают службы ВИЗАПа. У нас это совершенно исключено. Поэтому, не дай бог. Мы построим. Вот это главная угроза. И сейчас, думаю, риски будут такие, что... Я думаю, что меры безопасности будут гораздо жестче, чем сейчас все даже представляют с точки зрения организации. Мы еще посмотрим. Но я думаю, что будет максимум направлено на то, чтобы ничего, не дай бог, не произошло. Это, конечно, будет своеобразно выглядеть, полагаю. А это и по-настоящему происходит? Или все-таки можно сказать, что вот в каких-нибудь подобных случаях, в общем, там, ну, Олимпиада, там, я не знаю, что, там, митинги, коронация, вот у нас, вот я имею в виду, всегда такие всплески? Или все-таки в целом, вот, это график наверх? Не, не, я думаю, всегда такие всплески. Если сравнить, то можно сравнить перед Олимпиадой 1982 года, да, когда вообще всех подозрительных выселили, да, и вообще всех, кого можно было выселить. Ну, так правильно, это был 80-й год. Вот, вернулись в 80-й год. А в 91-м что случилось в результате? Это правда, это все выглядит. Не прошло и десятка лет. Безусловно, но это когда происходит мировое событие, за которым следят миллиарды людей во всем мире, тут, конечно, престиж и то, что на тебя все смотрят, конечно, для властей очень важный фактор. И думаю, тут безопасности, вопросы безопасности будут, ну, не меньше, чем на Олимпиаде в Сочи. А я-то думаю, больше, городов больше. Кстати, обеспечить безопасность сложнее. Гораздо больше приезжих футбольных фанатов. И прям их же будет очень много приедет, да. И как бы и передвижение, и инциденты. Это все надо отслеживать. Поэтому красные угрозы, я думаю, там все силовики сейчас все в душе проклинают, как они в будущий месяц будут работать 24 часа в сутки с усиленными дежурствами летом. Причем заниматься какой-то абсолютно ерундой. Но надо, это все будут, все переоденутся в какую-нибудь гражданскую одежду, и все будут это патрулировать, сопровождать и все прочее. И как бы я уверен, что для них как раз совершенно страшное время начинается без отдыха, без отпусков. Я не знаю, как вы относитесь к футболу. Хорошо. Могу не спросить вас. А вот оно вообще стоит того? Вот это все. Ну, тут какой вопрос? Тут же вопрос еще и, если бы чемпионат проходил в другой стране. Там есть же культура отношения к таким большим спортивным мероприятиям. Она у нас помножена еще и на культуру нашей власти, еще и на принципы работы. Это прямо очень большое событие, которое будет. В другой стране все прошло бы, наверное, более расслаблено. И, кстати, возможно, были бы инциденты. У нас, мне кажется, вариантов инцидентов и каких-то столкновений меньше даже, чем на Западе. Но что значит того стоит? Это такая реальность. Это такая, знаете, как называется, на самом деле чемпионат мира проходит в условиях российской политической культуры. Вот у нас она такая. Вот надо перед всем миром показать, что мы можем это организовать на 100%. Ну, это путемкинские деревни, конечно, в основе. Это и есть такая политическая, российская политическая культура. Ну, это правда, вот она такая и есть. Ну, это вот покраска травы в зеленый цвет. Это особенности. Да, это особенности. Фасады из бумаги. Да, но при этом же, ну, это с одной стороны. С другой стороны, организовано, я думаю, все будет достаточно хорошо, как мы увидели в Сочи, были хорошо организованы игры, безусловно. И я думаю, что чемпионат мира. Потому что происходит, я вполне допускаю. Знаете, как пластики говорят, зато работает. Ну, не без перегибов, но зато работает же. Ну, немножко перегнули в безопасности, перекрасили траву, но зато как красиво все вышло в целом. Работает. Красиво. Тут всегда люди выбирают баланс. Ну, да, с другой стороны, видимо, всех все устраивает, раз все, в общем, готовы жить. Ну, типа месяц потерпим, потом будет легче. Потом отдохнете. Зато праздник, праздник на десятилетие же. На десятилетие все это запомнят. Хочу напомнить нашим слушателям, которые живут в Москве, например, или сказать, если вы об этом не знаете, что послезавтра будет благотворительный аукцион-мемориал в поддержку детей политзаключенных. И он будет происходить в китайском летчике послезавтра в четверг вечером. Каждый раз, ну, я все время хожу на такие мероприятия и стараюсь там какую-нибудь копейку лишнюю оставить. То есть, понятно, что там кто-то может дать больше, кто-то может дать меньше, да? И не мне вам объяснять, что, рассказывать вернее, что тут важно не сумма, а участие, конечно. Чем больше людей, тем лучше. Но вот вы мне говорили, что даже такие мероприятия, которые просто связаны со сбором денег в поддержку в данном случае детей или семей, или адвокатскую помощь, ну, то есть, ничего такого, в общем, предусудительного. Особенного, да, очень гуманитарно все. Даже их становится проводить все сложнее. Это действительно так? Да, это правда. Их становится проводить все сложнее. Все сложнее находить помещения, все сложнее находить людей, которые там согласятся... Даже вот для таких сугубо филантропических. Даже для таких сугубо филантропических. Почему? Потому что для Центра ЭЭЭ или для ФСБ это сбор неких подозрительных людей в одном месте в большом количестве. Благотворительность, неблаготворительность. А начальство сказало, иди, разрабатывай, сделай так, чтобы они не собрали. А тут еще чемпионат мира. Я, кстати, поэтому вообще посмотрим, как это все пройдет. Но тут, опять же, сложность допускаю вполне, потому что, ну, очень много, когда не очень лояльных людей собираются в одном месте, даже с сугубо благотворительными целями, силовиками это рассматривается как некая угроза. Это, конечно, очень плохо и совершенно отвратительно выглядит. Пока зрительные. Очень. Ну, отвратительно давление это выглядит, когда там на людей собирают деньги, ну, как бы и на детей политзаключенных выглядит это не очень хорошо. Ну, у человеков своя логика, но у всех своя логика. У них логика такая. Зато вы там соберетесь, проводите там антиправительственные мероприятия. И это перед чемпионатом мира. Вы что? Опять же. Да. Это в то время, как мы красим траву в зеленой цели. Конечно. А вы там непонятно, чем занимаетесь. Ну, у вас вот, вы так это все описываете, комментируете вот очень смиренно как-то. Нет. Я не знаю, как это. Не, не. А тут как? Тут же не вопрос смиренности. Тут ты живешь в этой реальности, ты ее понимаешь именно таким образом. Да, ну, вот как бы это данность, которая есть на данный момент, вот она такая. Нам, конечно, безусловно, нам не нравится, но давайте честно скажем, взять сейчас ее и сломать, да, но это же невозможно. Именно на данный момент именно такую систему. А ее ведь не удалось сломать, да? Конечно. В 90-е годы. Нет, не удалось. Ее же точно не удалось сломать. Абсолютно. Мало того, в 90-е годы новая власть очень быстро стала использовать старый... Испособила под себя. Конечно, старый механизм. И, кстати говоря, в этом плане у меня нет иллюзии, что при смене власти в России все может быстро и резко смениться. Есть такая, не самая лучшая русско-политическая традиция. Ну, вот, то, что сейчас происходит, на самом деле, это довольно пошло сравнивать, но правда похоже на то, что происходило в 19-м веке. Это такая история в 20-м веке. Ну, вот эта вот особенность, очень сильная власть. Мне кажется, там с гулажем пошло сравнивать, а с 19-м веком нормально. Ну, всегда, знаете, сравнение всегда кажется такой натяжкой. Ну, я как человек, как историк могу сказать, что это всегда кажется натяжкой и притянутым за уши. Но, тем не менее, это же правда так, очень сильная власть. Силовики, которые хотят выслужиться перед властью и всячески зашить любую свободу. Не потому, что они очень против этой свободы лично. Они боятся, что если будет слишком свободно, они получат по голове от власти. Тут же вот такая логика действует. И она всегда примерно так и действует. Эксцесс такого исполнителя, который бежит доказывать, сделать так, чтобы, не дай бог, хоть... Который террористов боится меньше, чем собственно относится. Абсолютно точно так. Это очень большая проблема. Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазоны» в программе «Особое мнение». Спасибо вам. Спасибо.